В первую очередь на оперативном совещании рассматривалась проблема уборки снега с проезжей части, очистка тротуаров и посыпка дорог песком. Уже сегодня работники городского коммунального хозяйства провели необходимые мероприятия на Кузнецких улицах. Работу надо продолжать, у вас есть все возможности задействовать и снеговоуборщенную технику, и для посыпки есть и новая техника. Поэтому главное, что не запускать город и убирать себе. Не осталось без внимания тема капитального ремонта жилых домов. Как заявил Владимир Трошин, директор общества с ограниченной ответственностью ремонтно-эксплуационного управления, в этом году поставили 16 приборов, позволяющих регулировать автоматическое движение подачи тепла. Что же касается капитального ремонта домов, то он почти завершен. Сегодня строительные бригады заканчивают ремонт дома по улице Комсомольская, 36. Были установлены сройки и для завершения ремонта в больницах города. До 10 числа мы должны целиком комплекс завершить. То есть там, где в основном травматологическое отделение, значит, добрать все, что не доделали. Значит, и здесь коридоры, где рентгенопература. Жители района Кузнецкое лесничество находятся на границе города и Кузнецкого района. Их принадлежность к той или иной административной территории нигде четко не обозначена. Данный вопрос был остро поставлен аппаратным совещанием. Город электросеть, говорит, не наше КУЭС, не наше. Тем не менее, люди платят за электроэнергию, обслуживание никто не обслуживает. Поэтому нам нужно определиться в ближайшее время с этим участком лесничества. И коль граница прошла городская, значит, все, что есть на территории города, мы должны за это отвечать. Город, как и любой живой организм, меняется каждый день. Что-то в нем выходит из строя, что-то требует особого внимания, а что-то ремонта. Поэтому на совещании выявляются все недочеты и недоработки различных организаций. А после этого применяются конкретные действия.